История чудесного исцеления от болезни и отречения от престола князя Петра ради любви его жены Февронии. Сегодня олицетворяет собой день любви, семьи и верности. Традиционно этот праздник отмечается 8 июля. Своё начало он берёт из повести о любви жизни семейной пары Петра и Февронии Муромских. Она простая крестьянка, а он князь Муромский. Как гласит повесть, Пётр страдал от недуга, который помогла исцелить Феврония. В ответ князь пообещал взять её в жёны, но слова не сдержал, и болезнь к нему вернулась. Феврония снова помогла правителю и на сей раз стала его женой. Бояре не приняли княгиню крестьянского происхождения и предложили либо отречься от жены, либо от престола. На что князь ответил решительно и согласился на изгнание. Согласно преданию, Пётр и Феврония умерли в один день и час 8 июля 1228 года. Похоронили мужа и жену порознь, но на следующий день их тела чудом оказались рядом. Спустя 300 лет церковь причислила Петра и Февронию к лику святых. Сегодня для православных верующих они образец любви, верности, покровители семьи и хранители домашнего очага. Довольно часто этот праздник сравнивают с европейским аналогом – Днём Святого Валентина. Это тоже праздник, призывающий к традиционным ценностям. Сейчас, конечно, очень много всяких там появилось странных каких-то интерпретаций этого праздника. Но если мы будем брать спокойное историческое исследование вот этого праздника, изначально он тоже подчеркивал необходимость традиционной супружеской любви, верности. В основе всероссийского праздника лежат верность своему слову, любовь, которая должна быть превыше всех социальных условностей, и вечность. О том, как отмечают этот день, и о значении семьи и её ценностях, мы узнали у жителей нашего города. Стол, конфеты, шампанское, вот, и поздравления, ну, как обычно. Для меня семья – это когда мы вместе гуляем, проводим вместе время. И не когда просто один сидишь и балдеешь, а именно когда поднимает это очень сильно настроение, и очень хорошо проводить время с семьёй, с мамой, папой. Семья – это постоянное, это близкие люди, которые готовы тебя поддержать всегда, при любых обстоятельствах, всегда стоят по твою сторону. Во-первых, доверие и общение. То есть они всё время должны общаться, разговаривать и развивать друг друга. Впервые праздновать день семьи любви и верности начали в Муроме, 8 июля 2008 года. Сейчас День Петра и Февронии отмечают по всей России. Символом даты выбрали ромашку – цветок, который олицетворяет чистоту и любовь. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.